Здравствуйте, дорогие друзья! Бекер плюс Кайдзен сегодня на канале Мессер Мессер. В начале обзора хочу обратить внимание на такую забавную ошибку, которая, видимо, была допущена производителем. Совершенно однозначно, что вот этот нож называется Кайдзен. Но при этом, когда он попал ко мне на обзор, на коробке была наклейка с вот таким названием. Причем характерным моментом является то, что этих коробок у меня было две. И вот такая вот ошибка, видимо, допущена в целой партии ножей. Ну, то есть, вот да, даже щепетильное немецкое производство, скажем так, которое находится под контролем немецкой компании, качество и, в частности, качество паковки может допускать вот такие вот небольшие ошибки. Кайдзен – это такой японский философский термин, который обозначает постоянную трансформацию к лучшему. Тут есть такая идея о том, что невозможно достигнуть совершенства, но совершенство существует в каждый момент времени. Вот там общая идея приблизительно такая. На самом деле, на основе этой философии есть такой производственный подход, который называется точно так же Кайдзен. То есть, это постоянный сбор информации о том, какие необходимо проводить изменения, для того, чтобы продукт постоянно совершенствовался. Я работал одно время в большой IT-компании. Вот у нас там был такой автоматизированный процесс сбора подобной информации внутри компании. Работает это, кстати, достаточно клево. Ну и если вот сейчас говорить об этом ноже, то производитель, конечно, как бы намекает, что он тоже постарался воспользоваться этой философией, что вот это вот такое совершенство. С одной стороны, очень такой простой, очень легкий нож, но который способен выполнить всю ту работу, которую на него, в принципе, можно возложить. Ну, не знаю, конечно, ножей такого толка у компании Бекер сейчас в модельном ряду, ну, просто очень много. Но, тем не менее, не могу не отметить, Кайдзен по-своему чем-то здесь действительно выделяется среди вот этого большого модельного ряда. Именно каким-то таким изяществом, ну, может быть, в какой-то мере простотой конструкции. А с другой стороны, действительно, это нормальный функциональный нож. У рука этих ножа сквозная конструкция, и в своей основе она имеет два остальных лайнера. Лайнеры вот так немного облегчены. Я думаю, у вас сейчас видно, на каждом лайнере есть вот такое вот облегчение из трех отверстий, которые выполнены, видимо, обычной сверловкой. И на одном из лайнера сделана пружима замка Liner Lock. Здесь, скажем так, ничего необычного для джентльменских фолдеров компании Бекер, которые выпускаются под брендом Бекер+. Довольно тонкий лайнер, но при этом он отлично выполняет свою работу. Открываете нож, никаких люфтов ни в какую сторону. Но сказывается, в частности, и тот факт, что осевый узел этого ножа сделан на шариковом подшипнике. Накладки на рукояти ножа сделаны из стеклотекстолита G10. Причем он здесь очень необычным способом обработан. С одной стороны, на него нанесена вот такая вот текстура в форме рыбьей чешуи. Но это далеко не все, что делает накладки вот такими, какие они есть. Потому что вот есть такое ощущение, как будто до нанесения текстуры не было сделано какой-то полировки или еще какой-то обработки. То есть вот сам по себе материал накладок ощущается прям просто очень шершавым. Ну ладно бы он просто очищался таким. То есть вот я даже не знаю, вот допустим, здесь вот вы можете увидеть, я протирал нож специализированной тряпочкой. И теперь долго не могу избавиться от вот тоненьких-тоненьких ниточек, которые очень так надежно прицепляются к этой рукояти. Именно благодаря тому, что здесь такая вот специфическая обработка самого стекла текстолита G10. То есть в первый момент может показаться, что это какой-то пластик, и причем он как бы значительно дешевле. Но тем не менее, присмотришься, действительно видно, что это именно тот самый широко известный на ножах материал. В навершии нож имеет вот такой вот микроскопический спейсер, внутри которого есть такое вот прямое отверстие для того, чтобы вставить туда темляк. Ну, понятное дело, что на таком небольшом ноже темляк, скорее всего, предполагается вставить какой-нибудь красивой бусиной, чтобы придать ему какие-то такие дополнительные украшательства. Но при этом обратите внимание, что на самом деле вот этот элемент конструкции довольно тяжелый. И здесь есть такой любопытный момент, который сразу же напрашивается проверить, а как это сказывается на балансе вот такого небольшого ножа. Потому что сказывается вообще довольно специфически. Вот обратите внимание, баланс у ножа аж вот здесь. То есть, ну, прям действительно, по-настоящему далеко от того места, которое здесь, ну, выглядит, по крайней мере, как под пальцевая выемка. То есть, сбалансированный хват у ножа приблизительно вот такой. И с одной стороны, вот сам по себе вот такой спейсер, например, отчасти напоминает модель ножа CRKT SEO. Там вот примерно аналогичный джентльменский нож. Он снискал некоторое количество наград различных ножевых. И вполне понятно, что компания Бекер, может быть, в своем ноже Кайдзен, отчасти хотела, ну, скажем так, попользоваться вот этой неплохой идеей сверхлегкого джентльменского ножа, такого вот очень изящного. Но если в конструкции от американской компании CRKT был такой интересный момент, что клипса стояла впереди, и точка баланса была ровно вот в таком вот месте клипса, то есть, на самом деле, там прям была целая идея хвата вот в такое вот положение за клипсу, и тогда хват получался бы сбалансированный. Ну, такая идея, как минимум, интересная. То здесь с клипсой, естественно, делать ничего практически не стали. Это вполне стандартные клипсы от компании Бекер, которая, кстати, на этом ноже не переставляется на другую сторону рукояти. Ну, видимо, сочли, что вот такой фрезерованный паз и вот дополнительные винты, которые здесь нужно будет устанавливать для того, чтобы сюда можно было переставить клипсу, это слишком дорого для такого относительно недорогого ножа. Те винты, которые удерживают клипсу этого ножа в ее единственном положении, заодно удерживают и накладку рукояти с этой стороны. Именно поэтому, наверное, не стали морочиться с тем, чтобы делать клипсу переставляемой. Работать она будет приблизительно вот так. Я думаю, что вполне неплохо видно, что это стандартная клипса, какая бывает на ножах Бекер плюс, с ней нет никаких проблем. На данном ноже она исполнена с глубокой посадкой. Ну, и вот эта вот навершия, конечно, немного крупноватая и блестящая выглядит, ну, может быть, по-своему своеобразно. Но, тем не менее, проблем с работоспособностью здесь нет никаких. Хочет такой удобный нож, и на самом деле при его небольшой действительно массе вы вполне можете на эту клипсу повесить нож, ну, даже и на карман какой-нибудь мужской сорочки, если это будет почему-нибудь необходимо. Такой вот круглый специфический дизайнерский элемент в конструкции осевого узла здесь, конечно, безусловно, призван притянуть взгляды потенциальных покупателей или пользователей этих ножей. Ну, скажем так, тех, кто вообще на них, в принципе, смотрит, потому что это, конечно, такой яркий дизайнерский элемент, который очень сильно выделяется на фоне вот такого аскетичного дизайна этого ножа. Мне иногда кажется, что вот такие вот площадки на навершии ножа являются отсылкой к ножам выживания. На некоторых из них делали вот такого рода платформы, но часто из стали, которые теоретически позволяли бы делать какую-то забивающую работу. Ну, на ножах выживания такая идея, по крайней мере, понятна. Во-первых, понятно, что этим же самым ножом выживания, ну, можно теоретически каких-то деревянных конструкций делать выборки и потом аккуратно забивать деревяшки одну в другую для того, чтобы было попроще. А некоторые даже считают, что такими площадками можно забивать гвозди. Но когда мы ведем речь о настолько маленьких ножах, как Кайдзен, говорить об этом, наверное, достаточно странно. Все-таки эта площадка скорее является просто элементом дизайна. Хотя отсылка для кого-то, может быть, покажется интересной. Очень любопытная также здесь конструкция упорного штифта. Я вот такие штуки люблю. Здесь хорошо видно, что две таких маленьких бонки смонтированы, получается, непосредственно на клинке. И вот именно за счет них нож как не раскрывается. Дальше упирает здесь специальный паз. Здесь такой паз сделан, видимо, полукруглый. То при закрывании ножа, собственно, именно эти же самые шпеньки мне дают ножу провалиться вглубь рукояти. Вот они здесь достаточно хорошо видны сейчас. То есть при этом надо сказать, что это довольно редкая конструкция именно для такого небольшого размера ножа. Она не то чтобы уникальная, но вот, честно говоря, не могу припомнить, чтобы я что-то подобное видел именно на маленьких ножах. Именно на таких, каким является нож Кайдзен. У Найджа Кайдзен есть некая такая особенность конструкции, которую выделяют даже на сайте производителя. И, пожалуй, наверное, она является его изюминкой. Это тот факт, что мы имеем дело с флипером, но у которого очень, ну просто прям очень небольшой плавник. То есть, с одной стороны, решение классическое, но то, как оно исполнено, можно увидеть мало где. На первый взгляд, может показаться, что пользоваться будет неудобно, но тем не менее. Нож очень легко открывается, плавник, по крайней мере, голой рукой, который предполагается работать с джентльменским ножом, найти очень легко благодаря вот такой вот насечке. Насечка такая несколько рисковатая, потребует, наверное, некоторого привыкания к тому, что, ну вот она такая не очень нежная к указательному пальцу. Но с функциональной точки зрения с ножом нет никаких проблем. У клинка ножа поперечный сатин, что в последнее время я назвал бы даже некоторой редкостью, пожалуй, для ножей компании Бекер. Они в свое время так увлеклись тем, что стали делать продольный машинный сатин вдоль клинка, что ножей с поперечным, ну как-то вот особенно в таком формате, вообще практически и не попадалось. Ну, надо сказать, долгое время считалось, что продольный сатин, он несколько более дорогой, и как бы так по-своему интереснее выглядит, но вот, тем не менее, на ноже Кайдзен сатин именно поперечный, который идет прямо вдоль линии спусков, но я думаю, что вам его хорошо видно. Клинок этого ножа сделан из стали D2 и имеет толщину обуха всего лишь 1,9 мм. То есть это по-настоящему тонкий нож. И в сухом остатке можно сказать, что мы с вами имеем, ну, вот такой вот джентльменский фолдер, который вполне, если вы любите вообще вот такие формы ножей, может выступать таким очень удобным ножом на каждый день, про который вы просто можете действительно забыть, когда он у вас лежит в сумке или в кармане, ввиду его просто микроскопической массы. Но тут надо сказать, что, конечно, никаких сверхоригинальных решений для получения этой массы применено не было, просто весь нож сжали вот в этом габарите, он стал таким прям действительно очень тонким, но, как это часто бывает, не получилось такого, чтобы нож стал от этого плохо выглядеть. То есть на самом деле вот сама по себе идея, ну, просто сделать очень узкий нож, она, мягко говоря, не нова, но редко кому удается сделать вот такой вот приятный, симпатичный дизайн. У инженеров компании Бекер в данном случае это получилось. Ну, и кроме того, нельзя забывать, что, конечно, они просят в конечном итоге за этот нож, ну, скажем так, относительно скромных денег. Поэтому получить красивый нож за относительно небольшие деньги, да еще и при этом получить вот такую космически маленькую массу, пусть эта идея сейчас и не слишком новая, но, тем не менее, пожалуй, нужно поискать, у кого еще это можно получить. Ну, разве что вы предпочитаете какие-то дизайнерские ножи, которые делает сама компания Бекер, потому что на самом деле ножей таких у них, мягко говоря, много. Масса этого ножа составляет всего лишь 46 грамм, и кто-то мог бы воскликнуть, Ода, это новый лидер, не припомню других ножей с подобным весом. Кто-то мог бы воскликнуть, но будет неправ, потому что ножи с подобной массой встречаются у компании Бекер, плюс вот в этом вот именно форм-факторе достаточно регулярно. Достаточно вспомнить, например, некоторые ножи японского дизайнера Консея Мацуна, которые появились в начале этого года или в конце прошлого. Там именно точно такие же массы, и там вот есть какие-то маленькие различия. Ну, например, клинок на пару миллиметров длиннее использована, другая сталь, более какая-то такая японскость, может быть, стиля, которая появляется благодаря авторскому почерку японского дизайнера. Здесь же это нож подобного типа, но уже сделанный инженерами самой компании Бекер. С одной стороны, можно бы сказать, что ну, как бы где-то сплодиатель. И да, я уже в обзоре упомянул о том, что это напоминает и некоторые ножи сиаркетиды, да и некоторые ножи самой Бекер Плюс, причем ножи дизайнерские. Но, с другой стороны, ножевой мир вообще, в принципе, так устроен. Индивидуальные дизайнеры создают некоторые интересные концепции, а уже потом, впоследствии, инженеры больших компаний так или иначе пытаются их развивать для того, чтобы создавать массовые серийные ножи, которые будут стоить несколько дешевле, но при этом будут выполнять ту же самую функцию. Кайдзен, одним словом, это именно такой нож. С вами на канале Мессер Мессер был Заливаха. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.